друзья приветствую вас на канале алекс дозор сегодня четверг а это означает что у нас сравнение или battle кому как удобней и сравнение у нас сегодня на самом деле крутое у нас две компании от queen of аудио это дочерняя компания кинеры да все помнят хорошо обязательно все помнят это у нас гимлет queen of аудио гимлет которую заслал на обзор и собственно это сравнение саня чернов с одноименного канала чернов спасибо тебе большое александр и affinity это моя моделька это я брал вот и от queen of аудио разумеется да а то по коробочкам непонятно ключ именем короля откройте почти идентичны очень похожие вот еще хочется сказать большое спасибо ребятам которые помогают этому каналу существовать тем кто донатит тем кто спонсор канала тем кто как саня присылает какие-то свои вещи для обзора на моем канале вот большое вам спасибо их имена вы можете видеть на экране и также прочесть в описании ролика в описании ролика вы можете прочесть что будет тем кто станет спонсорами этого канала нашего 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 канала и там же ссылочка на инсту на фейсбук на аудио чайную там нормальный чатик телеграме есть короче это масса полезной информации проходите читайте чтобы я тут как бы много воды не лил а занимался основным главным кстати ссылки я оставлю на официальный магазин кинера на алиэкспресс там же в описании ролика потому что нормальный магазин рекомендую обращайтесь берите модельки хорошие ну как хорошую что кинера что квинов аудио селест я еще пока сильно не понял только пандемон у меня был на обзоре гумиха что-то залежалась очень долго не могу до нее добраться всегда пропускаю что-то вперед короче говоря у кинеры у queen of аудио у них свой какой-то вот особый а почерк особое видение звука у них каждая моделька как-то так вот заточена с какой-то фишечкой с какой-то необычной с необычным каким-то вот таким вот звучанием это не не попсовая настройка там девушка или там еще что-нибудь такой знаете когда там все хорошо все сбалансировано это нет здесь вот такая вот как ну индивидуальная не могу назвать настройкой но такая штука что эти наушники могут или влюбить себя и будет вау либо же как бы не понравится и будет ну не очень это вот ну как бы фишка всех наушников от кинов аудио от кинеры ну от кинеры я сверх дорогих там ни на ну ни одина к сожалению пока не слушал я к этому стремлюсь вот а то что мне попадало в руки и дун фрея там было вот так же даже наоборот как-то ярче выражена здесь же ну то есть так вот как бы с просто вот с него звучание с нюансами правильнее бы сказать так ладно короче я шо это шо это я будем сравнивать темпотек ве 6 серебряный видите кабель от ксинж уже висит ну и тут оранжевые мандаринки амбушюрки это весь мой такой скажем референсный набор все ребята погнали наши городских друзьям как я говорил уже вот таких двух почти одинаковых коробочках все это дело приехало но вот как бы и и дело-то в том что почти я будто попрошу вас обязательно написать какой комплект поставки вам больше понравился сейчас явную я по ходу расскажу какой мне больше понравился смотрите сразу с коробок становится понятно что гимлет у нас 10 миллиметровая lcp композитная диафрагма где-то композитная не написано но я знаю что она композитная здесь у нас с титановым напылением pen диафрагма тоже кстати к 10 миллиметровая тут этого не написано но я-то это знаю да вот видишь шуслика нет а он есть вот видишь 10 миллиметров нет а они есть как и композитная здесь ну ладно переходим к следующим различам смотрите сейчас я не буду выводить вернее просить свою жену чтобы она вывела технические характеристики на экран потому что здесь вот все четко ясно понятно принципе то же самое что вывести эти самые характеристики тут и графики а чеха вот вы можете видеть заводские нарисованы причем кстати кенера там queen of audio они довольно как бы правдивые графики ну то есть действительно многие там обзорщики снимают у них получается вот в принципе то же самое и по ощущениям моим по звуку вот здесь вот будет то же самое видите гимлет играет выше афинити играет чуть чуть ниже но в принципе хватает как бы и детальности и каких-то вот знаете пиков ну короче все что здесь есть все на своих местах и нах слух вот так вот резко не ощущается вот здесь видите гимлет там выше 110 децибел а ниже 100 афинити допустим но по слуху ну вот ну чуть-чуть буквально ниже звучит афинити ладно и чем это связано сейчас тоже буду говорить смотрим дальше импеданс у нас 32 ома у гимлета 22 ома у афинити у чувствительность у афинити 99 децибел и 108 децибел чувствительности у гимлета частотная характеристика что там что там 20 герц в 20000 герц все то что нам надо было мы отсюда узнали давайте распакую я немножко уже подготовил это дело чтобы мы там долго в пакетиках не ковыряли конечно сложил все назад но сложил не в пакетике а просто вот в эти кейсы прикольные которые здесь лежат ну а открыточку тут как бы все то же самое что сзади нарисовано плюс какой комплект поставки здесь у нас находится о и здесь в эти самые юар-кодики с со страничками компании давайте будем получили где-то делать здесь мы имеем ту же самую картину кстати цвет мне нравится вот здесь вот больше однозначно это вот я с детства люблю такой цвет как бы зеленый ну он-то прикольный а этот мне нравится больше идем дальше тоже карточки под стать в той же цветовой гамме выполнены то же самое здесь как бы что мы уже смотрели и здесь то же самое что тоже мы уже видели в гимлет и достаем кейсик у гимлет ведь уже с кинов аудио с логотипом сделали тоже это кожзаменитель под такой вот знаете под кожу так вот типа ну бучок только только низу бучок вот что-то вот так crazy называется обычно такая кожа вот 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 такого вот плана видите и с таким тиснением интересным не неоднородным скажем так а здесь использован кожзам под флотарк вот это вот тиснение такое крупное зернистая называется флотарк если что тоже чтобы вы знали такой легкий экскурс в материаловедении ну давайте раз уже держу в руках откроем сначала мои наушники афини здесь мы получаем сами наушники наушники сделаны из смолы напечатанные на 3d принтере вот такой вот у них фасплейт вроде как симпатичный в обзоре я об этом говорил но если по него вот так вот чуть чуть ниже спустили как бы это бы круто вообще выглядело такое легкое впечатление что не доделали что-то вот такие вот у нас здесь решеточки левый правый компенсационные отверстия вот здесь вот расположена одна штука ну симпатично звучит звучит и выглядит в ушах сидит тоже достаточно хорошо легко веса не ощущается лишнего избыточного если там хотите посмотрите в обзорах я не помню тогда я взвешивал или не взвешивал когда обзор на афините снимал ну под посмотрите если что кабель начнем до кабеля смотрите хороший восьмижильный кабель вот так это выглядит симпатично симпатично по звуку действительно нормально конечно если заменить на что-то более топовое там серебро или даже какую-нибудь хорошую с высокой степи 7n там степенью очисткой медиаху то тоже будет будет чуть чуть лучше звучать но довольно неплохо звучит на своем кабеле можно в принципе не менять но если как бы хочется выше больше лучше ну тогда да и по смо . амбушюры я высыпал почему-то два пакетика вот таких вот с зипиками а амбушюр три комплекта вот эти белые и черные лежали в одном комплекте белые такие же мы сейчас увидим в гиммлите и вы помните в обзоре я их уже показывал сейчас покажу вот такие черненькие хорошие упругие с зауженным сердечником как бы для низких частот но честно говоря заната вот этой модели вот это как бы не сильно вот это вот заната более-менее из родных вот сели вот эти вот красненькие которые посередине тоже действительно такие хорошие неплохие не могу понять четыре пакетик нельзя было положить но реально напкнули ладно где-то уже из рубрики того и вот такой кожаный смотрите на бегунке скажу держатель удобно удобно прикольно прикольно логотипа зал к нету был бы логотип было пущу веселее берем этот чехол вижу кожа вроде как чуть 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 поинтереснее смотрится но бегуночек на змеечке самый такой обыкновенный простенький дальше бежим и открываем мы имеем сами наушники разумеется и вот такой вот тонюсенький сравнение с предыдущим кабель причем за тот кабель там ну в принципе как громких слов нету за этот кабель тут и супер какая-то очищенная медь посеребренная и прям он там позолоченный но имелось в виду вот это позолота фурнитуры а не позолота какая-то контактов но может джек позолочит я не уверен что это позолота может опять-таки быть такая же краска как на фурнитуре по звуку его нужно поменять потому что он ну не дает разыграться на полную этим наушникам это такой простой кабель понятно лучше чем кладут в кэзэ да в си си ай но его надо к замене и даже на вот этом вот кабели с аффинити они лучше раскрываются становится чище шире как бы внятней обменяешь на так еще слушаешь на этом если сначала то в принципе ничего ну нормально начинаешь ставить какой-то нормальный кабель и понимаешь что ну шло-шло ну то есть как вот так извините ребята из кенеры но что имеем по имеем еще вот на этой модели говорили я почему берусь их сравнивать потому что мне именно с аффинити хотел потому что проследить как бы такую вот антологию компаний выпусков ну то есть наушников хочется еще вот здесь говорили что это какой-то шаг назад что там вот ну а донис и мохито вот там вот крутые дизайны крутые коробки все круто а это вот как бы такой какой-то как тогда звучало по ходу кенера свернули не туда ну не знаю зато эти модели они не стоят всех денег мира а стоят в принципе как бы более-менее ну там относительно бюджетно ну средне вот давайте так возьмем вот как бы понятно дороговато но не так как адонис или мохито да например мои материалы попроще и коробки попроще и внешний вид соответственно попроще здесь фарфор удобно это может быть не очень могут побиться они тяжеленькие красиво это да действительно красиво на во свежо как бы ну но надо быть с ними аккуратно я думаю что эти упав на асфальт с ними ничего не услышишь не случится а эти обязательно как минимум потрескаются если не разобьются тоже от компенсационное отверстие здесь находится и еще вот здесь вот чтобы давление динамика немножечко снизить да они немножечко лишнее убрать вот и на звук вот это вот то я уже в обзоре все это горел на взлок куда звук вот эта фарфоровая камера акустическая она реально влияет очень очень ощутимо давайте по по комплекту поставки вот такие какие-то совершенно новые голубые амбушюры положили они такие более мясистые они очень похожи видите на вот эти вот белые единственная разница между этих люпеньки эти мясистые все как бы смоточка и два пакетика два комплекта амбушюр два пакетика здесь с этим все логично все с этой частью закончили обязательно пишите какой комплект поставки мне понравил вам понравился больше мне понравился больше у афинити понятно что каждая жаба хвалит свое болото но вот этот вот кабель он все он выиграл то есть он победил причем три еще три комплекта амбушюр и цвету коробки мой любимый веселуха веселуха мне афинити больше да и как-то вот по внешнему виду но не так стремно но это вроде как вот вообще классно но ухалу так вот прикольно но но это стремно уронить стремно цокнуть друг об друга эти как-то в быту скажем так менее прихотливы и чисто из-за этого мне наверное вот вот тоже больше зайдет вот этот вот дизайн по внешнему виду конечно конечно обходят гимлеты а афинити по практичности но тоже тоже симпатичные достаточно фестплей то в ушах причем я уже в обзоре говорил вот этого черного не видно в ушах видно как раз вот эту серую часть и это красиво это когда уже достаешь это ты видишь что тут как бы чего-то не хватает а окружающие видят только вот эту красоту все о звуке звук у этих моделей очень похож несмотря на то что у них разные драйвера разные акустические камеры но очень похожий звук очень очень близкий почерк несмотря на то что афинити играет ниже играет гимлеты выше вот ну такой вот действительно знаете как вот глоток такого свежего лайма с тоником из алкогольным тоником который вот вас освежает реально в свежий вот-вот гимлет и вот там где-то а здесь вот немножечко так вот мелодичнее немножечко нагружает что ли вот слова на языке нагружая вы не нагружают они но они так вот плотнее чуток насыщение играют ну давайте с мидбаса что здесь что здесь мидбас очерчен самую малость небольшую вот но все-таки подчеркнуто черчен у омид саббас он присутствует чуть-чуть его подчеркнутость то сего ощутить можно этот диапазон как бы есть не сверх какой-то глубокий не сверху там как-то бета ну то есть и не ласковый он просто вот такой вот вот строго подчеркну как как бы так начать о обе пары наушников начал-то я уже вернее но все равно до конца так чтобы вы поняли они не играют широко они играют глубоко что афинити что гимлеты они играют в глубину причем для афинити это вполне нормально потому что ну так вот более-менее знаете ну то есть не притемненно но бы но ниже они играют и поэтому в глубину для них как бы ну кажется как природней играть чем в ширину здесь же я в обзоре говорил светлые реально светлые наушники у которых не широкая сцена ширина сцены что здесь что здесь она ниже средней вот но есть как в нормальный такой уход в глубину и на моей памяти вот и жюри это первые наушники которые я вот так встречаю которые будут светлые но не широкие а с уходом в глубину эти звучат глубже за счет того что и вес и плотность инструментов и у послезвучий реверберации они как бы так вот чуть-чуть вот плотнее чуть-чуть туда ниже звучат здесь вот чуть-чуть легче чуть-чуть резче и чуть-чуть выше звучат все эти вещи ну продолжаем здесь бас бас-бочка плотненькая такая четкая быстрая есть ощущение панча и скажу что здесь какой-то рекордный там сумасшедший панч нет он просто здесь присутствует здесь есть его ощущение как и в этой модели но в этой как-то узнаете такой плотный весомый камушек здесь же камушек чуть менее весомый и чуть как бы опять-таки выше находится ну по по графикам чек а это было видно сейчас кто пропустил или не посмотрел не перематывайте еще раз у меня есть карточки у меня из карточки и вот вы вы все видите еще раз на на ваших экранах вот так вот это дело выглядит вижу ровно так же она и звучит смотрите технично даже вот так звонко и хлестка бас низкие частоты что и бас-бочка что и удары по малым барабаном звучат на гимлете и чувствуется такой звон вот этот вот фарфоровый звон вот эта акустическая камера фарфоровая я в обзоре говорил она дает вот этот вот такой звон и ближе акценты к c настроены я последнее время немножечко улыбаюсь того момента как пытаются динамические наушники всегда вот подогнать под планарный очень часто встречаются мне последнее время ушки которые вот как бы околопланарно играют имея у себя как бы динамический излучатель вот и вот здесь вот вот так вот тот же момент то есть на светлом фоне там где нету лишних сгущений нету лишних красок звучит бас с таким вот тут бас-бочка и потом удары по барабанам с легеньким подзвоном со скоростью все в порядке это не рекордный конечно панчи наушников там долларов за 200 и выше нет но в принципе и тормознутыми или нехваткой скорости их нельзя назвать скорости здесь хватает с головой здесь тоже есть всю скорость фону как бы ниже играет и вот не так вот ярко выраженная как здесь чуть-чуть весомей и уводит их туда вот ближе к более к музыкальным наушникам вот эти больше как бы вот каким-то таким детальным светлым мониторным мониторить в них в принципе можно все начиная от низких частот заканчивая высокими довольно довольно сложное такое сравнение я сам себе бросил вызов когда сел его снимать прослушивать ну и вам наверно бросаю вызов досмотрите ли вы до конца это тоже такой глубокий вопрос хотя бы 6 минут если среднее время обзора в этот ролик наберет будет круто короче говоря мид бас вот здесь вот он весомый вот здесь вот вот чуть-чуть жирнее вот здесь вот он более музыкальный здесь он более на поверхности находится более резкий и более детальней но это вот чуть-чуть это разница она вот реально минимально они практически одинаково звучат и жилю просто вот эти ниже эти выше и за счет того что эти ниже кажется бас более музыкальный то есть кажется удары по малым барабаном здесь более техничными здесь они тоже присутствуют и тоже технично тоже можно услышать куда конкретно упала палочка как и здесь в самим на сами малый барабан и край середина веса удара не почувствуете не здесь не здесь струнные инструменты подходим уже ближе ближе к середине нашего видео струнные инструменты звучат резко достаточно резко есть у них такие вы знаете послезвучие и вот они срываются опять-таки вот в этот подзвон вот в этот вот они вроде такие и широкие и знаете ну на грани искажений какие-то сибилян ты кто-то особо чувствительные люди вот этим вот вещам к светлым наушникам они по-любому их здесь словят мне было интересно нормально послушать но я понимал что вот как как-то вот чуть-чуть вот качество не дотягивает вот чуть-чуть вот эти вот бы сибилян ты как-то бы почистили депо чтобы вот может быть тоньше они бы зазвучали но вот как бы без вот этой вот примеси вот и дальше это будет и на тарелочках и на вокале это все и сделано здесь будет здесь вот этой вот примеси нет сразу говорю если вот здесь на но даже и не в ц уходит здесь она вот просто как-то вот ну нежнее и музыкальный получается звучит слышны переборы детальность струнка струнки касания как идет звук только здесь это резче здесь это аккуратней низкий вокал лучше понятное дело удается афинити потому что больше как бы акцента на мелочах этого вокала как он происходит как он рождается в груди как он выходит вот эти вот хрипотца вот этот акцент нижнего низкого вокала а вот афинити раскрывает лучше гимлетом удается лучше высокий вокал ну как лучше такой пронзительный цепляющий но опять таки он немножечко неаккуратно и может задеть как бы чувство чувство неверующих в в че скажем так или не любящих в в в в че или не воспринимающих потому чтобы просто будет людей голова болит от ярких вот в в че ну и это когда вот вам сюда здесь они менее яркие но тоже вот как бы присутствующие он как бы такая такая история с вокалом перкуссионные инструменты здесь щелчки гораздо резче гораздо такие четче но сами их послезвучие уже такие с каким-то тоже легким дребезжанием с легким примесью вот этого здесь как бы это аккуратнее выглядит тоже слышно все щелчки не так ярко не так четко вот и вот эти вот послезвучие задухание чуть-чуть вот аккуратнее нету никаких дребезжаний все происходит вот плавнее по протяженности вот примерно одинаково только здесь из-за того что диапазоне чуть ниже не играть ну кажется может быть что они чуть-чуть раньше заканчивают но это просто из-за того чтобы как бы они чуть-чуть ниже играют и чуть-чуть ласковее а здесь резче и поэтому они как бы больше на виду не в чем ну что сказать здесь звонкие рассыпчатый и опять раз тыс рассыпчатые давут этого которая ну кому-то понравится кому-то не понравится я вполне нормально классно слушал как бы у меня к этому проблем не было мне может сказать что здесь вот немножечко немножечко ярчинки навыки не хватает немножечко чтобы они вот как бы более детальнее более разнообразы их не рассыпались вот как бы вот тут мне хотелось бы этого больше вы че тут как бы мне понравились но видите но они они больше подвержены сибилян там больше подвержены вот этим вот не совсем нужным искажением получается вот так так я топ в топ рейтинге не станет эту модель если вы помните в обзоре и сказал что сделала это в сравнении потому что ну я достаточно уделил времени в самом обзоре сравнивая с теми моделями которые вы попросили которые я спрашивал с чем сравнить в шорте там люди написали с теми моделями я там и сравнил с этой моделью хотел лично я сам сравнивать вот и так вот немножечко может интригу додержал до этого видео и как бы сейчас сейчас вы поймете смотрите queen of audio affinity у меня на 14 месте на 13-ом фио fd 3 и на двенадцатом шанлинг м е 80 очень гаря шанлинг м е 80 однозначно лучше они шире у них проработание у них нету вот этих вот искажений этого акцента на они такие светлые по нас тут реально как как динамики так настраивать светло я даже не знаю то динамические наушники вот же вот же а то скажет рассказывает нам на пальцах нет не на пальца на наушниках и на пальцев тоже конечно и на наушниках вот но они вот правильно изучать они гораздо шире гораздо меньше как бы грязи на них и детальней детали ощущаются лучше вот на фоне этой ширины на фоне как бы вот эти вот зажатости сцены ну построение по планам но на такое искусственное знаете поэтому шанлинги обходят эту модель очку легко вот вопрос fd 3 фио я лично бы себе оставил бы им это сразу говорю но фио fd 3 я пожалуй оставлю на своем 13 месте потому что людям очень нравится вот это вот такая вот сбалансированная подача у меня как бы нету уже фио на руках мне присылали на обзор виталий карасёв спасибо большое я очень хорошо помню эту подачу у меня аж голова от низких частот побаливала ни на одной модели у меня такого не было для меня был переизбыток низких частот на фио fd 3 даже с фильтром как раз вот который занижает низкие частоты она том который на низкие частоты нацелен там вообще сильно у меня голова болела поэтому как бы ну немножко не мой тюнин звука но очень многим людям голова будет болеть вот сюда отсюда от вот этих вот вы че от вот этого вот дребезжание от яркости от резкости от колкости они даже вот реально таких колки значит ну фарфор этот звон под звон фарфоре происходит фарфор акустическая камера но вот эта зажатость она как бы портит как бы всю картинку и чисто если под они были шире бы не было бы ну внимание столько к вот этим вот огрехом а было бы как бы больше акцента на ширину они бы тогда фио fd 3 обошли я просто оставлю фио fd 3 над своем 13 месте для тех тут ну да фанатов этой модели очень много скажем так я понимаю за что за что они любят ее но сбалансированная их не могу назвать там не из низких реально с перебором вот тоже кстати некоторые меньше людей но отметили этот момент некоторые даже продали после того купили и вот вопрос affinity так это дело выглядит понимаете и вроде бы приятней музыкальней глубже и правильней звучит affinity но вот гимлеты как-то берут вот этой новизной фарфорового вот этого звона и вообще я люблю светлые наушники вот они светлее уже выигрывают но это лично для меня опять таки многим я бы посоветовал affinity но себе бы в этом случае я оставил бы гимлеты потому что я люблю такую острую немножечко резкую подачу детальную вот такую злую можно сказать местами на светлом таком хорошем фоне вот на чистом прозрачном и это вот сюда ну а вот эти вот искажения ну во первых ухах не быстро привыкает адаптируется я допустим на второй третий день уже не обращал на них никакого внимания только если какие-то сильно запильные там металлические треки вылазили тогда да короче говоря я ставлю эту модель на 14 место на место affinity affinity уходит вниз на 15 но учтите разница между ними только в том что эти выше эти ниже эти мелодичные эти вещи вот тут как бы вот буквально одинаково они звучат вот этой разницу для двух типов скажем так людей которые любят или музыкальней либо поострее у вас мандру паре я сравнивал уже в основном обзоре землетов поэтому ребята вот так действительно вышло тяжело надеюсь на ваши лайки подписки поддержки у это одно из самых тяжелых сравнений в лоб в лоб которые надо сделал на канале всем спасибо друзья что вы со мной спасибо что меня поддержите я вас очень сильно люблю и от души желаю вам мира в сердце тогда мир будет вогнать если у нас у всех будет мир в сердце хотя бы вот у подписчиков моего канала то мира в окружающем нас среде будет гораздо больше всем пока всем добра